Государственный комитет судебных экспертиз был создан, что называется, не на пустом месте. Специалисты, которые занимаются научным поиском истины и ее доказательств, трудились на базе различных ведомств и ранее. Однако в 2013 году их объединили и создали отдельный комитет для повышения уровня качества работы и ее оперативности. Сегодня, оглядываясь назад, можно говорить смело, результат стоил затраченных усилий. За прошедшие пять лет с момента начала функционирования Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, нашим управлением и территориальным органам Брестской области достигнуты значительные результаты судебно-экспертной деятельности. За прошедшие годы мы провели более 200 тысяч экспертных исследований различных видов экспертиз. У нас создано сильное профессиональное ядро. Мы получили новое оборудование, обеспечили качественные возможности, качественные работы наших экспертов, создали им все необходимые для этого условия. Пять лет прошли быстро, но совсем простыми их не назовешь. Пришлось благоустраивать рабочие места, доукомплектовывать личный состав, укреплять материально-техническую базу, повышать уровень компетенции специалистов. Работа не прекращается сегодня, будет продолжена и впредь. Иначе нельзя. Мир стремительно меняется, изменяя технологии и в сфере судебных экспертиз и исследований. К примеру, постоянно требуют развития направления специальных экспертиз, к которым относится проверка наркотических средств и психотропных веществ. Наркодельцы не перестают удивлять изобретательностью. За пять лет существования Государственного комитета судебных экспертиз, экспертами нашей области было проведено около 8 тысяч экспертиз наркотических средств и психотропных веществ. И вот, кажется, 8 тысяч, с одной стороны, это много или мало, но за каждой этой цифрой стоит судьба человека. Был период, это где-то примерно 15-16 год, когда около 90% всех экспертиз, которые к нам поступали, представляли собой спайсы, то есть синтетика. Хочу все-таки отметить и поблагодарить, наверное, сотрудников Министерства внутренних дел, которые провели колоссальную работу. И я сейчас могу смело сказать, что уже со спайсами эта проблема, в всяком случае, у нас в Близнейской области немножко поутихла значительно, потому что на данный момент у нас в районе 98% наркотиков, которые мы исследуем, все-таки уже растительные. Это мак, конопля и их производная. Конечно, всегда хорошо, когда преступление раскрывается по горячим следам, но, к сожалению, так бывает не всегда. Однако уйтет справедливого возмездия с развитием технологий становится все труднее. Находить виновных помогают специалисты Комитета судебных экспертиз. Большой вклад в раскрытие преступления в прошлых лет вносят эксперты генетики, а также эксперты-криминалисты, которые работают непосредственно с программой Дакта-2000. Примером раскрытия преступления с помощью последнего оборудования является случай, который произошел в Лунице. В 2016 году с автомобиля было похищено имущество, и личный злоумышленник установлено не было. Но, тем не менее, отпечатки пальцев были изъяты с места происшествия. Ввиду проверки экспертами баз данных по нераскрытым преступлениям и внесения новых лиц, экспертами было установлено совпадение с молодым человеком, который стал военнообязанным и поступал на службу вооруженной силы. Таким образом, несмотря на двухлетний срок, преступление было раскрыто. Кроме успешной профессиональной деятельности, комитет ведет еще и активную социальную жизнь. Ежегодно становится участником и организатором благотворительных акций, профилактических и профориентационных мероприятий. Неоднократно специалисты ведомства отстаивали его честь в рамках многочисленных спортивных стартов. Что является еще одним доказательством, коллектив сложился, и атмосфера в нем царит здоровая. Но на достигнутом здесь останавливаться не собираются. Понимают, чтобы идти в ногу со временем, шагать нужно постоянно. Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Наши сотрудники и работники постоянно занимаются освоением новых методов исследований, развитием новых исследований. И я думаю, что мы и дальше будем планомерно развиваться в этом направлении. Анастасия Остробкова, Павел Малашонок, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.